МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Безвозвратные гранты получат бизнесмены социально уязвимых слоев населения. Ожидается, что в 2018 году этой возможностью воспользуются более 3000 человек. Подробности в рубрике экономикс. Ожидается ли нашествие саранчи в Кустанайской области в этом году? Сегодня обсудили на специальном совещании, куда пригласили не только казахстанскую сторону, но и российскую. Татьяна Калюшина с подробностями. Кронировать или не кронировать деревья? Вот в чем вопрос. Если одни жители выступают против этой процедуры, то другие настоятельно просят спилить деревья. Динара Абдирова расскажет подробнее. Глава Нацбанка призвал казахстанцев копить на образование детей. Госпрограмма образовательных накоплений работает уже несколько лет, а участие в ней принимает небольшое количество жителей страны. При том, что помимо ставки вознаграждения от банка на сумму накоплений начисляется и дополнительная премия от государства. О мерах стимулирования сегодня рассказал Даниил Акишев в ходе онлайн-пресс-конференции. Глава финансового регулятора ответил на вопросы журналистов и рядовых жителей страны. Подробности у Ярослава Бугатыревой. Государственная образовательная накопительная система дает возможность копить на образование. Государство предоставляет стимул для участия в этой системе. То есть к той процентной ставке, которую начисляют непосредственно сами банки, полагается дополнительная госпремия. Мы видим, что сейчас заинвестировано 18 тысяч вкладчиков. Это так называемая программа ГОМС. И акцент накопления составляет 13 миллиардов теней. На самом деле это не очень большая сумма. И по всей видимости, это нужно будет уделять больше внимания государству на рекламу и продвижение этой программы среди нашего населения. По словам Даниил Акишева, сегодня в банковской сфере уделяется большое внимание финансовому благополучию граждан. Помимо накопительной программы, глава Нацбанка отдельно указал на программу рефинансирования ипотечных валютных займов. В этом году она будет расширена, и проблемы валютных заемщиков, а таких в республике еще около 25 тысяч человек, будут решены. Прокомментировал Даниил Акишев и ситуацию с набирающей популярность криптовалютой. Я хотел бы порекомендовать все-таки еще раз нашим гражданам, пользуясь возможностью не вкладывать деньги в криптовалюты, риск потери ложных инвестиций очень высокий. Никаких гарантий сохранности ложных денег нет. И мы надеемся на сознательные граждане и адекватную оценку с их стороны. Прокомментировал глава Нацбанка и тот факт, почему банки снимают комиссии при обслуживании карточек других финансовых организаций. По словам Даниил Акишева, взымание комиссии разрешено законодательно. Но Нацбанк будет создавать условия, чтобы комиссии сокращались за счет конкуренции. Уже сегодня банки либо отказываются от таких комиссий, либо значительно их сокращают. Дмитрий Гуренко, Ярослава Богатырева, РТН. В Кустанайской области в этом году не ждут большого нашествия саранчи. В соседних областях Российской Федерации тоже. Об этом эксперты заявили на международном совещании по борьбе с саранчевыми вредителями, которое прошло сегодня в Кустанае. Подобные встречи, отмечают специалисты, помогают выстроить совместный, действенный план уничтожения вредителей. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Сегодня проблему борьбы с саранчой обсуждали на совместном совещании казахстанские и российские специалисты. Ведь для летающих вредителей государственных границ не существует. Поэтому вот уже несколько лет борьба с ними идет в обоих странах. А на подобных совещаниях готовится совместный план действий. В 2018 году прогнозируется распространение стадных саранчевых вредителей на площади 1 924 000 гектар. Из них мы планируем по просу порядка миллиона гектар, 272 по азиатке и 639 тысяч по морокской саранче. Для проведения борьбы с указанными особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур из республиканского бюджета на сегодняшний день предусмотрено 2,5 миллиарда тенге. В прошлом у казахстанской стороны к российской было немало претензий по качеству проводимых способов борьбы с саранчой. Сегодня, подчеркивают представители соседней страны, многое удалось изменить. Свою роль в этом сыграли подобные встречи. На этом совещании российская сторона озвучила мониторинг цикличности саранчи. Роста в этом году быть не должно. Фазовое состояние саранчовых родителей в целом по Российской Федерации в 2017 году. Мы видим, что практически по всем, во всех частях Российской Федерации идет период депрессии. Численное нарастание мало где сейчас прогнозируется, хотя в некоторых регионах все-таки оно есть. Но, правда, не по областям, граничившим с Казахстаном. Вот фазовое состояние популяции итальянского пруста. Опять-таки мы видим, что в пригранических регионах идет период спада численности, либо при депрессии. В Кустанайской области в этом году нарастание численности саранчи также не прогнозируют. В 2017 году было обработано свыше 200 тысяч гектаров. В этом планируется около 150 тысяч восьми районах области. Правда, сумма пока неизвестна. Эти деньги будут выделяться из республиканского бюджета. Алексей Пасарнов и Татьяна Калежная, РТН. Другим темам. В ожидании большой воды Кустанайская область готовится к весеннему паводку. Учитывая печальный опыт прошлого года, в регионе подготовлен больший объем инертных и горюче-смазочных материалов. Разработаны дополнительные маршруты обследования отдаленных районов. Помимо этого, увеличилось число населенных пунктов, за ситуацией в которых ведется круглосуточное наблюдение. Подробности в материалах моих коллег. Кустанайская область в списке регионов, где велик риск подтопления населенных пунктов паводковыми водами. Именно поэтому профилактические меры по недопущению чрезвычайных ситуаций предпринимаются заранее. По информации областного департамента, уже заготовлен весь необходимый инертный материал. Определены 132 пункта размещения людей и скота в случае паводка. Разработаны маршруты эвакуации. В прошлом году мы 57 населенных пунктов взяли на особый контроль с ними, проводили там работу с местными инспортно-органами. В этом году 97 населенных пунктов на особый контроль. Около 8 тысяч жителей там проживает. 2500 домов. КРС около 14 тысяч голов. Лошади более 3700. 50-57 тысяч птиц. По официальной информации увеличилось и количество мест на водоемах области, где будут взрывать лед. В прошлом году их было 7, в этом году 15. Сегодня в районах и городах создаются противопаводковые штабы. В областном на телефоне 112 будет работать 6 линий в круглосуточном режиме. Анализ противопаводков мероприятий в республике был проведен на этой неделе на заседании правительства Казахстана. Как озвучил в ходе видеосвязи Аким Кустанайской области Архимед Мухамбетов, в этом году на предупреждение чрезвычайных ситуаций из регионального бюджета выделено 455 миллионов тенге. Для сравнения, в 2017-м на восстановительные работы послепаводка по всей области затратили 150 миллионов тенге. На сегодняшний день основные водохранилища заполнены на 68%, как докладывали. Свободная емкость составляет почти 450 миллионов километров. По сведениям Казгидрометра, средняя высота снега составляет 15 сантиметров при норме 19 сантиметров. Запас влаги в два раза меньше, нормы составляет 27 миллиметров. Всего по Казахстану, по данным Министерства внутренних дел, на противопаводковые мероприятия в Акиматах республики заложено почти 25 миллиардов тенге на непредвиденные затраты. При этом глава ведомства отметил, что назрела острая необходимость пересмотра системы финансирования местными исполнительными органами. Так, на предупреждение ЧАЭС из местных бюджетов Ахмолинской, Актюбинской и Североказахстанских областей на 2018 год выделено лишь 174 миллиона тенге. При этом затраты республиканского бюджета на ликвидацию последствий паводков в данных регионах в прошлом году составляло 5,5 миллиарда тенге. Более того, в паводкоопасных Костанайских и Североказахстанских областях, чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты, предусмотрены суммы меньше среди республиканских показателей в 4 раза. Для того, чтобы проверить, насколько готовы службы ЧАЭС к возможному паводку, в Казахстане пройдут республиканские штабные учения КОКТЕМ-2018, назначенные на 5-6 марта. Алексей Басарнов, Ярослава Богатырева, РТН. Нехватка пожарных в республике стала острой проблемой. Об этом на пленарном заседании в Можилисе парламента заявил депутат Тургун Сыздыков. Проблема материально-технического оснащения, текучка кадров, в качестве такого примера привели Кустанайскую область. По словам депутата, работать пожарным сейчас опасно и маловыгодно. Екатерина Комиссарова расскажет подробнее. Проблемы нехватки кадров в пожарной службе Кустанайской области подняли уже на республиканском уровне. На пленарном заседании в Можилисе парламента отметили, что героическая работа пожарных не должна ограничиваться только высокими требованиями к ним. Им нужна и серьезная поддержка со стороны государства. Молодые люди покидают ее уже после первых месяцев трудоустройства. Месяц стажировки в статусе кандидата. Два с половиной месяца учебы в школе профессиональной подготовки. Еще три месяца испытательного срока за зарплату всего 43 тысяч тенге, на которую должен снимать жилье, кормить семью, не оставляют выбора претенденту. По словам депутата, пожарным не предоставляется служебное жилье. Денежной компенсации за аренду квартир тоже нет. В отличие от военнослужащих и работников полиции. Кроме этого, компенсационные выплаты, введенные взамен 50-процентной льготной оплатой коммунальных услуг и бесплатного проезда в общественном транспорте, составляют сегодня 3739 тенге. А это на 339 тенге выше цифры, принятые 20 лет назад. Серьезные проблемы есть в материально-техническом оснащении. К примеру, штат автотранспортных средств ДЧС Кустанайской области, согласно нынешним нормативам, должен быть 647 единиц. Имеется только 149. Это одна шестая часть от потребности. В период 2014 года всего 4 единицы транспорта было приобретено. Такая динамика пополнения парка негативно сказывается на службе в целом. Особого разговора требуется намжение службы автолестницами. Проблемы нехватки кадров в Кустанайской службе пожаротушения подтвердили. Кадров не значит, что у нас получается не комплект личного состава, не хватает у нас водительского состава на пожарном автомобиле, также пожарных спасателей, сотрудников по области. Более 100 единиц у нас вакантных мест. Необходимо для участия к нам возраст от 18 до 35 лет. По словам депутата Тургуна Сыздыкова, пересмотр порядка оплаты денежных выплат молодым сотрудникам, сокращение испытательных сроков, восстановление льгот просто необходимы. Они позволят поднять престиж профессии пожарного и повысят результативность службы. Екатерина Комиссарова, РТН. Казахстанцы смогут покупать золотые слитки в обменных пунктах страны. Новшество может быть введено уже летом этого года. Подробности сразу после рекламы в рубрике «Экономикс» не пропустите.